Всем привет, с вами FirstVan и это 26 выпуск посвященный игре ВКонтакте Пекла. Так, собираем мы тут как всегда наши ресурсы. Вчера я как-то не получился, у меня ночью запустить 6-часовой сбор, поэтому будем довольствоваться одним 12-часовым. Так, поэтому наверное действий мы тут поменьше сможем совершить, таких как улучшение войск, так, ну и не знаю, может даже топлива нам не хватит в какой-то веке, хотя нам обычно не хватает рекрутов. Вот да, тоже рекрутов я не смог новых ночью заказать, но в общем не заходил я ночью в игру, поэтому ресурсы у меня тут более скудные. Так, ну давайте 3, 6, 4, 5, ну вот так пока что, все на что нам схватило. Так, что у нас тут? Так, так, а это что такое? Оплот порядка, это какая-то миссия на время что ли? Тут какой-то таймер тикает. Так, генерал, колония процветает, но для дальнейшего развития будет не лишним укрепить нашу базу. В конце концов база оплот порядка, особенно когда речь идет о дальних мирах. Так, осталось один день и 23 часа, и что они от меня хотят, чтобы я построил... А, они хотят, чтобы я улучшил здание базы до второго уровня, и тогда мне в подарок дадут расщепитель мусора? Не знаю, а если я не успею, то мне не дадут, да, расщепитель мусора? Так, и сколько вообще стоит улучшение моей базы? Ну, улучшение стоит не так уж и дорого, но и не так уж и дешево. Открывает доступ к улучшению зданий и новым постройкам. Ясно, ну не знаю, давайте, наверное, покопим, что ли, на улучшение базы. Все-таки, я не знаю, все-таки какой-то бонус дают, и всего один день остался. Ну ладно. Тем временем, тем временем, тем временем мне тут советовали по сюжету миссии попроходить, потому что мне откроется вот тяжелая пехота, тяжелая пехота динамодуля машины, они вроде как офигенно крутые, так что давайте отправимся в бой. Нам еще за это 50 рекрутов дадут. Так, так что давайте потратим тех, что есть. А, тратить нам их не на что. Ну ладно, давайте отправимся в бой. Так, в бой, в бой. Как много раз надо ребятам повторять, что я все-таки хочу выполнить эту миссию. Так, загрузилась наша миссия. Что тут у нас, как всегда, машины, 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 еще раз машина. А это кто? Шахтер, слайдер, легионер. Так, ну ладно, все это, конечно, хорошо, но все это мы разнесем в пух и прах, будьте уверены. Потому что сначала у нас пойдут претарианцы, как всегда, за ними пойдут, наверное, сразу агрессоры, и следом, следом, наверное, пойдет Скарлетней. Не знаю, насколько это хорошая идея. Ладно, здесь пойдут претарианцы, агрессоры, и следом пойдут стражи. И тут тоже пойдут стражи в самом конце. Так, а что тут у нас, еще два слота осталось, да? Ну здесь будут, опять же, стражи, и... Так, и можем мы только тяжелую пехоту, да, еще одну куда-нибудь вставить. Ладно, давайте тогда сделаем иначе. Здесь у нас пойдут еще одни претарианцы, и следом уже агрессоры. А здесь у нас будут стоять стражи. Стражи, конечно, на защите, наверное, не очень хороши, потому что у них все-таки дальняя атака. Хотя у них уже и дальняя атака неплохая, ладно. Не будем заморачиваться. Я думаю, легко мы тут должны справиться. У меня достаточно, по-моему, уже раскачанные войска. Поэтому не должно быть тут каких-то проблем. Но на всякий случай мы, конечно, тут по голове ребятам дадим напалмом. Тут ребятам мы какой-нибудь вот так вот стукнем. Этих ребят защитим щитом божьим. А то их какие-то зеленые шахтеры, то ли кто там хочет порубать. Можем их даже подлечить. Ребята, вы там живите, главное. Помощь уже в пути, помощь близко. Так, куда бы, на кого. Вот сюда мы скинем свою ракетку. Ну и, в принципе, видно по показателю, что общее здоровье врагов стремительно катится вниз. А у нас еще только вот агрессоры выступили на поле боя. Поэтому, думаю, можно расслабиться, убрать свои руки от мышки и наблюдать за тем, как мои войска справятся с этой миссией. Ну, хотя тут уже неплохим, тоже плотным строем враги идут. Не знаю, можно я что-нибудь им скину, раз уж они так дружно вместе встали. Вас защищу и подлечу. Ну и на этом закончу. А у них тут тоже стоят на месте, как будто в обороне войска. Ух, красивая ракета у этих агрессоров. Мне они так нравятся, так хорошо они врагов сносят. Так, ладно, получаем мы тут убийцу роботов. Каратель, рыцарь поражает всех врагов перед собой в ближнем бою. Это, по-моему, тоже чудесно. Так, ну ладно, забираем нашу награду. Что, нам доступны, да, стали эти каратели? Или нет? Да, вот они, рыцари. Рыцари. Отлично. Надо, наверное, покачать этих рыцарей. Нет, не здание я хочу улучшить, а я хочу улучшить рыцарей. Давайте для начала. Для начала что? Здоровье, атаку. Давайте для начала им здоровье подкачаем. Вообще будем их пока что развивать по мере возможности. Так, что тут у нас новое задание? Что оно нам даст? Обучите отряд рыцарей в Редикварии. Похоже, в битве за Сантум наступил перелом. Мне только что сообщили, что в систему вошел флот рыцарей-машины. Эти могучие воины ведут борьбу с Логосом не один десяток лет, но по приказу мастера машин они готовы примкнуть к нашей армии. Так, ладно, давайте обучим. В принципе, нам все равно это нужно было. Так, рыцарь-машин выполнено. 100 кристаллов мне за это дали. Но на этом мы не остановимся. Так, да, кстати, 20 металлов стоит обучение одного рыцаря. А сколько стоит обучение одного пехотинца? Где у нас пехота? 10. Да, гораздо дороже строить этих ребят, конечно, в плане ресурсов. Но зато они на поле боя куда эффективнее. Не знаю, я их пока что обучу впрок, чтобы потом... Мне не надо было заморачиваться по поводу того, что мне не хватает рекрутов на выполнение каких-то миссий. Так, что тут у нас? Завершите миссию на абордаж, генерал. Роботы покидают Орг-3 и направляются в сектор ЗТ-9. Судя по сигнатуре обнаруженного там объекта, это командир крейсера Логоса. Несмотря на недостаток огневой мощи, мы можем попытаться атаковать его, пока враг ослаблен. Ну ладно, мы пока что с этим заморачиваться не будем. А с чем мы будем заморачиваться, так это с генералами-отступниками. Потому что у нас с металлом полная, полнейшая даже, я бы сказал, нехватка металла. И нам надо кого-нибудь хорошо пограбить. Хорошо бы было, если бы нам встретился кто-нибудь легко ограбляемый. Так, кто тут у нас есть? Самый маленький 12 уровень, 27 галочек. Начнем с него. Так, это у нас есть, это есть, есть. В общем, вроде бы все есть. Конечно, неудобно, потому что мои уникальные войска тоже показывают в списке всех войск. Потому что я иногда могу ошибиться и подумать, что у меня есть расходуемые, а у меня есть там, допустим, только уникальные. Так, ладно. Враг у нас тут не качан, у него нету Скарлетней, поэтому я уверен, он легко ляжет на поле боя. Кстати, вот рыцари, 175 хп, 23 ближние, 18 дальние. Так, но он пока что уступает, да, очень уступает моим претарианцам, но думаю, со временем, со временем он их обгонит, да, как это было, допустим, со стражами, которые уже гораздо лучше, чем мои пехотинцы. Давайте их тут тоже выпустим в бой. В общем, я думаю, вполне должно мне хватить вот такого расклада. С этим парнем, я думаю, у меня никаких проблем не будет. Давайте одну птичку потратим, так уже. Позволим нашим претарианцам хорошо танкануть. Ребят, помогите. Скарлетт, что она там одна пыхтит. Ну, Скарлетт прикольная девка, стреляет себе, достреляет издалека, расстреливает врагов на безопасном расстоянии и не торопится подходить ближе. Так, тут мы закончили, но, в принципе, награды нам это не особо принесло, 50 металла это ни о чем. Мы даже рекрутов, наверное, на большую, на куда большую сумму мы рекрутов потратили на этого отступника, а он такой гаденыш оказался, совсем не воздал нам за наши труды. Так, давайте, давайте, где наша армия, вот она наша армия, так, 21 агрессор, или это 21 уровень агрессора? Да, 21 уровень, две штуки, лучше бы у меня был 21 агрессор, ну ладно. Так, есть у нас 21 агрессор, вот это, спецназ конфедерации, тяжелая пехота, что у них, убийца жуков, дробовик рельса, щит, 200 хп, 17 ближнее, 17 дальнее, ну даже не знаю, где у нас оригинальный притарианец, кажется, их больше не осталось, да? А вот они, 215, 25, 25. Да слушайте, я, наверное, вас в бой отправлю, спецназ, потому что что-то я не вижу у вас особой силы, вы все слабже и слабже становитесь. Так, есть небесный легион, у него есть какой-то щит света, ну небесный регион пока что крутые ребята, их мы оставим, сайберов тоже оставим, а вот спецназ конфедерации мы, пожалуй, сольем. Так, что насчет вас, адские стражи? Ну вы пока что неплохи, вроде лучше, чем мои стражи, но со временем вы тоже станете хуже, разве что вы взрываться умеете, это клево. Так, ладно, могу я тут спецназ конфедерации слить? Я думаю, по крайней мере, что я могу, думаю, что они уже мне не особо нужны, что они хуже моих войск, поэтому отправимся и нападем. Нападем на Адольфа Гитлера, да? Вот он, отступник, его надо мочить. Как ни странно, у Адольфа армия не качаная, и за это он отплатится. Где у нас тут спецназ конфедерации? Спецназ конфедерации, и хотел я сказать еще раз как спецназ конфедерации, но мне почему-то не дали. Поэтому будут стражи, стражи, и еще раз стражи, ну и еще будет Скарлетней. Вот таким вот составом мы отправляемся в бой. Тут, конечно, мощно нас встречают вот всякие вот такие вот гадкие ребята. Давайте мы сейчас щитом поможем нашим ребятам и аптечками, чтобы они тут хотя бы какой-то шорох нанесли перед тем, как умереть. Потому что довольно-таки плотный огонь, вот всегда на этих картах внизу встречает солдат. И что-то шкала здоровья у меня гораздо ниже, но я думаю это все временное явление, потому что мои агрессоры еще не показали себя в бою. Вот сейчас они просто идут и расстреливают всех, кого встречают. Так что теперь уже у меня преимущество, а не у врага. Ну Скарлетт кинь какую-нибудь гранатку парням, что ли, я не знаю. Так, что тут у нас? Вот, вот это другое дело. Вот это я понимаю, 600 металла, 170 кристаллов. Это, по-моему, очень хорошо. Нам бы вообще 2000 металла, да? Так, где тут... 2000 металла мне надо, ребят. Надо бы еще пару таких отступников. Не знаю, топлива у меня хватит. А вот с войсками, с войсками у меня полная нехватка, да? У меня всего лишь один остался агрессор. Ну, один агрессор это нормально. Так, один конфедерации и... Так, ну ладно, на одного генерала нам точно хватит, а там посмотрим. Кто у нас тут следующим будет? Ты будешь нашим следующим противником. Мы надеемся, что ты скопил несметное богатство, чтобы встретить нас, чтобы отдать их нам. Так, как мы здесь поступим? Ну, сначала у нас пойдет спецназ конфедерации. Потом у нас пойдут стражи. Здесь у нас пойдут притарианцы. И следом пойдут стражи. Или даже не так. Давайте пойдут стражи. Пойдут еще раз стражи. Ну и не знаю. И пойдет, допустим... Ну, здесь у нас пойдет... Пускай пойдет Скарлет Ней. Не будем заморачиваться. А здесь у нас пойдет агрессор. Или... Ну ладно, пускай пойдет притарианец, а потом пойдет агрессор. Сделаем вот так. Вообще, что-то слишком много я тут заморачиваюсь. В каком порядке? В принципе, я думаю, должен справиться легко и без особого выбора порядка. Можем мы тут свой первый эшелон помочь ему, потому что ему тут больно приходится. Ну все, теперь наш отталок. Толпа идет большой ватагой на врага, который остался уже в меньшинстве. Давай, делай свой суперудар ракетами. Да что же он не делает вот этот выстрел красивый, который он умеет? Ну ладно, вот. Напоследок кто-то там уже пукнул. Так, ну 500 металла. 500 металла это тоже хорошо. 500 металла это хорошо, но нам надо еще 6 соток металла. А вот с армией, с армией у нас все хуже и хуже. Так, у нас нету уже тяжелой пехоты. У нас есть только легкая. Даже ударный. Ударный у нас тоже нету. И рекрутов у нас не прибавилось. Так что, ребят, наверное... Наверное, я так предполагаю, что нам придется сейчас отправиться... Космос, 150... 150 нам надо. 150 топлива нам надо, чтобы побить генерал-отступника. Это значит... Это значит, что у нас есть немного свободного топлива. Мы можем сделать одну экспедицию за 70 топлива. А, 75. За 75 уже не можем. Так, вот за 70 могли бы. Ну ладно, давайте здесь отправимся в экспедиции. Может быть, нам дадут рекрутов. Дашь ты нам рекрутов? Нет, ты нам дашь металл и топливо. Ну ладно, раз ты дала нам топливо, то мы уже можем отправиться в экспедицию за 75. Кристаллы. Ну, ребята, ничего не попишешь. Рекрутов нету. Так что... Так что полетаем по другим экспедициям. Посмотрим, что нам дадут. Так, да и экспедиций больше не осталось-то. Есть вот тут одна от Скарлетней, но на нее войск нету. Ладно, ну в любом случае нам дают довольно-таки... Хотя сколько ты будешь улучшаться сама-то по времени? 8 часов? 8 часов. А у меня еще 24 часа с лишним, да? 24 часа. Один день и 23 часа. У меня два дня на самом деле, чтобы выполнить это задание. Так что я думаю, легко я с этим справлюсь, если меня кто-то... Кто-то жестко не ограбится за это время. Ну ладно. На этом все. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Да, и шлите мне данные. Так, потому что с данными у меня что-то нехваточка. Мне не хватает чертежей в данный момент. Чертежей и данных георазведки. Ну и, в принципе, мне всегда не хватает данных для улучшения войск. Потому что улучшаю я их много. Ладно, всем спасибо. Всем пока.